Здравствуйте! Это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Илья Кочетков. В еженедельном режиме продолжаем рассказывать о самых заметных бытовых происшествиях. Смотрим новую серию. К нам обратились жители одного из барнаульских домов. Они удивлены. Во всем городе опрессовка, ремонтные работы вроде бы закончены. Горячая вода исправно течет из кранов, но не у них. Причем, к кому бы жители не обращались, все дружно разводят руками. Мы не знаем, в чем дело. Холодная вода у нас есть, с ней проблем нет. Горячей воды нет уже третий месяц. Улица Восточная, небольшой общежитий. Вроде бы на дворе 21 век, а Елена Вишнякова греет воду для бытовых нужд по старинке – кипятильником. Потому что после плановой опрессовки воды дождались, но всего на два дня. Потом трубы похолодели. Обращение в управляющую компанию старый барнаул эффекта не дало. Первое время пытались помочь, сделали вид, что что-то делают. Приезжали два раза сотрудники, действительно, я их видела. Но смысла не было от их приезда. Жители обращались в сибирскую генерирующую, но там ответили – обращайтесь в управляющую. А там уже который день хранят молчание. Нам также не удалось связаться с их представителями. Между тем, щита на горячую воду продолжают поступать. Елена призналась. Жители даже провели собственное расследование небольшое и выяснили, что вода перестает поступать в дом, когда летом уходит на каникулы соседний детский садик. Связано ли это с отключением или нет? Надеется, Елена разберутся уже городские власти и правоохранители, к которым она намерена обратиться. Когда ведешь своего ребенка в детский садик, то, наверное, меньше всего хочешь препятствий и приключений. Но у барнаульцев, которые обратились к нам, с некоторых пор нет выбора. Подъезжаем к детскому саду, оставляем машину со стороны Воронежской, берем ребенка и идем вдоль гаражей к детскому саду, к главному входу. Детский сад на пересечении улиц Гущина и Новороссийской рядом с бывшим кинотеатром «Чайка». Елена Пчелякова рассказывает, долгое время можно было легко подъехать с улицы Гущина, прямо ко входу. Парковались возле детского сада, это было очень удобно, безопасно для подъезда. Сейчас, на данный момент, въезд перегорожен. Объезд в окружную вы видели. Машины есть не у всех, и вечером, когда забирают бабушки, няни или старшие дети вдоль гаражей, это очень опасно. Чтобы разблокировать проезд, надо договориться с владельцем здания рядом. Как заверили родители, участок проезда является его частной собственностью. Выяснить, насколько это законно и как решить проблему, родители намерены с помощью краевых властей, депутатов и правоохранительных органов. Уже составлены обращения. Тем более, что надо торопиться, меньше чем через две недели у их детей начнется новый учебный год. На этом у нас все. Напоминаем, телефон нашей редакции в Барнауле прежний 722-301. Это на случай, если вам удалось на мобильный телефон зафиксировать факт бездействия коммунальных служб. Или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова